привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить беру хилл неторопливый но очень атмосферный хоррор квест в котором мы находимся в непонятном английском захолустье из которого уже не можем выбраться у нас сломалась машина давайте же помаленьку осмотримся здесь я заметил в прошлой серии здесь вообще машина разбившиеся ее номер я запомнил туда дальше мы не попадаем да сюда нас уже не выпускает непонятная сила вот эти камни они просто встали с той стороны дороги с этой мурашки по коже здесь у нас непонятная дорожка что у нас тут кто-то опять ходит что это вообще за место так я не совсем понял чем делается этим ящиком ну давайте с этой стороны осмотримся тоже что это вообще конечно же заканчиваешь дается мне что в этом месте ничего хорошего на ждать по определению не может что в такой глуши делать нормальным вещам нормальным людям ага понятно так не 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 все нормально так и что же мы тут делаем прекратить раско так это похоже не то ли место дети непонятные противники раскопок устраивали свои акции и что-то мне подсказывает что я здесь не один молоток нам не нужен зато вот рюмки для яиц мы подбираем с большим удовольствием странные страны наш безымянный герой он не безымянный конечно его зовут артур так здесь ну ладно допустим так мне нужно осветить тут все хорошо это мы так просто не откроем даже мастерком не сможем давайте что ли осматриваться до этого провалились шланг отлично ничего он нам может пригодиться интересно есть интересная система инвентаря то есть вещи комбинируются по сути сами но пока ты поймешь как это сделать так а ну-ка подожди логика хорошо эти вещи у нас исчезли нет остались отлично давайте сходим наверх куда мы слетели вернее откуда мы слетели посмотрим что у нас тут есть как минимум этот стол прекратите раскопки непонятные листовки недавно археологическое сообщество выдало разрешение на уничтожение одного из древнейших монументов англии конраду морзу было позволено раскопать древний круг камней и разрыть древние захоронения в беру хилл во имя его археологической славы не верьте гласновым утверждением о том что все находки будут тщательно сохранены а место раскопок будет возвращено в первоначальное состояние конрад морз обманщик и себелюбивый охотник с сокровищами никогда еще этих земель не касалось кирка и древние монументы должны остаться неприкосновенными их нельзя раскапывать и рассматривать под микроскопом раскопки уже начались и нам нужна ваша помощь чтобы спасить земли от осквернения археологов надо остановить присоединяйтесь к маршу протестов в беру хилл поставьте вашу подпись под письмом вон оно что Михалыч это что аппарат как он тут у вас включается надеюсь батарейки на месте так включалка хорошо дом какой-то так подожди так краны мост поле электричка хорошо вы тут нафоткали коровок всяких для меня то а вот смотри что-то важное пошло так ну по сути это что такое понятно ну ладно оставим что это все в принципе с другой стороны мы конечно взяли резиновую резиновую трубку лучше вместо лучше лучше вместо вот этих вот непонятных рюмок для яиц да да бери ты его не хочет не хочет почему ты идешь не в ту сторону тревер и не хочет и не хочет и не хочет и не хочет Марк останется в колледже сегодня и завтра, чтобы сделать как можно больше копий Вот и стипендия на что-то пригодилась, больше листовок Да подожди, это студентики какие-то, что ли, безмозглые 18 сентября Мы вернулись в Бэрро-Хилл и разбили лагерь в конюшне на полпути к Вучвуду Барри должен завтра подогнать свой фургон с листовками, надо будет сложить их вдвое Сара и Майк раздают их в колледже и в торговом центре Сент-Олфул Чтобы подогреть интерес к случившемуся К случившемуся 19 сентября Дождь льет, как из ведра, но я не спускаю глаз этих вандалов-археологов Шатаются по каменному кругу, как мокрые курицы Наверное, это сама природа защищает курган 13.20 Когда ливень стихает, к кругу подходит сам Конрад Морс Он все это время что-то бормочет себе под нос и царапает в своем блокноте Пишет, пишет канцелярская Наверное, прикидывает, какую часть памятника обрушит на этот раз Я попытался сделать несколько фотографий, но из-за погоды ничего не получилось 14.20 Заметил ассистента Конрада, уходящего по западной дороге Наверное, шел смотреть на полноводный родник Я не стал за ним следить и вернулся в конюшню Меня беспокоит пол в лагере, если он как-то нехорошо скрипит под ногами Прогибается Надо смотреть под ноги Да, я уже заметил 16.20 С наступлением темноты сделал вылазку к рядам камней и наткнулся прямо на Конрада Я бросился на него с выгриками Но он только отмахнулся от меня и побежал вниз в круг камней, размахивая руками Он что-то кричал, но я не смог разобрать, что По-моему, он был пьян Я только слышал запах виски 20.20 Нашел лопату, воткнутую прямо в курган и закинул ее далеко в кусты Ха! Пусть теперь поищут, куда она пропала Заезжал к баре, обещал проехать позже и сменить меня на ночь Накапал козел Снова льет дождь, крупные капли барабанят по крыше Надеюсь, он скоро кончится Местное зверье он, правда, не пугает Только что в окно запрыгнула какая-то бешеная белка и оставила на пороге желудь 11.00 Сходил по завтракам Позавтракал с баре в кафе на станции техобслуживания Он привел с собой еще несколько пачек листовок Сара присоединится к нам позже Она сейчас в городе покупает ватман для плакатов Обещала пригласить телевидение на завтрашний марш протеста Вокруг круг камней Страсти накаляются Без 20 час Шпионил за Конрадом Этот псих ползал вокруг кургана на коленях, как бешеный барсук По-моему, у него не все в порядке с головой В конюшню зачастила моя подружка белка Оставляет на пороге все больше и больше желудей Может быть, она считает, что я им питаюсь? Забавная зверушка 15 часов Не успела Сара приехать, как уже подцепила себе дружка на автозаправке Говорит, его зовут Питер И он из этих аркеологов Ассистент Конрада Любезничал с ней, пока она не проговорилась, что едет к нам Кажется, бедняжка влюбилась 7 вечера Вскарабкались на хоум кругу С наступлением темноты в лесах становится страшно Чувствуем себя героями ужастиков Сапушкиным хорошо был виден Конрад Он ходил от камня к камню и, кажется, спорил сам с собой Мы посмотрели на этого психа и пошли обратно Странный он 21 сентября Два ночи Нас разбудил какой-то странный ракочущий звук Потом полконюшни внезапно зашатался Сара ужасно испугалась За окном ничего не было видно Потом все стихло Мы сидели в гробовой тишине, прислушиваясь к звукам снаружи Через несколько минут дверь стал кто-то ломиться Но когда мы спустились вниз по лестнице, там уже никого не было Марк уверен, что на дна ему подшутил кто-то из колледжа Но мне так не кажется Поставил чашку Урод 12 дней После всего того, что случилось прошлой ночью, мне так и не удалось выспаться По-моему, никто из нас так и не сомкнул глаз С утра мы рисовали плакаты к маршу протеста Протеста Сара гуляет по лесу, потому что ее тошнит от запаха краски Наверное, самое время позвать ее на обед 14.00 Когда краска высохнет, мы отправимся прямо к станции техобслуживания Барри уже ждет нас в своем фургоне Надеюсь, сюда же подтянутся репортеры и группа поддержки Но ведь раздали такую кучу листовок Я складывал их, пока у меня не заболели пальцы Барри считает, что мы должны нарисовать знак протеста на камнях в круге Нельзя заставить их услышать наш голос Нельзя позволить археологам разрушить древнюю святыню Все готово Сегодня ночью мы грудью встанем на защиту кургана Я ничего не говорил остальным, но у меня какое-то нехорошее предчувствие Я не могу ясно выразить, что меня беспокоит Но и отмахнуться от этого тоже не могу Что может случиться в конце концов? Наверное, я слишком долго смотрел на камни Кстати, однажды с наступлением сумерек Мне показалось, что центральный камень двигается Вот бред, правда? Ну да Если бы сам не увидел, не поверил бы Так, какой-то театральный Ой, не нравится мне все это Хорошо, допустим Так, ну-ка еще раз глянем Ничего не упустил Вроде бы нет, все на месте Ой, нехорошие звуки Те самые желуди, да? Хорошо Пахнет елкой Так, ну что Давайте спускаться, выбираться И пойдем в номер Конрада Морза Мы нашли его, напомню Код От его двери В записях Так, давайте выбираться Больше я тут пока ничего не вижу Да, похоже на чего Выходим обратно к джипу И проваливаем отсюда Добное пугало Нехило так Пугает Вот оно и пугало Нерабочий телефон Да не просто нерабочий Жуткий телефон Оттуда постоянно Непонятное шептание какое-то Давайте Бена проведаем Что там у него Да как? Кто здесь? Это я А, это ты? Не надо Я думал, это Эти камеры бесполезны Когда ты пришел? Это все началось где-то в 8.15 Сначала произошел скачок напряжения А Конрад как раз съезжал с холма На своем джипе Потом приехала другая машина Несчастная Почему Конрад уехал? Найди его, он нам поможет Он далеко не уехал Отойди от меня Все, отперти меня Что там? Откуда ты пришел? Я все понял Камни Грохот Смерть Разложение Понятно Дедолага Так, хорошо Он у нас остановился, по-моему, в первом номере Давайте посмотрим Третий номер 673 673 Отлично Да у нас тут еще один поехавший Офигеть, это что такое? Понятно Успаленное воображение Но зубы чистить не забывал Молодцы Что написано на стенах? Неразборчиво Так, тут ничего Какой смысл тогда вообще Сюда было подходить? О, бесы разные И кругом присутствуют Эти непонятные Символы Я думаю Нам еще пригодятся Землянка Каернули Ага Ну как, да? Неплохая землянка Так-то по сути Вроде как все В окне Ничего особо не видать Так, тут у нас Да, блин Картина просто висит Ничего подозрительного Код Про код я Мне что-то в комментариях Там писали Это номер джипа По-моему А номер джипа У нас 4х 4х Я не помню Сколько Там сказали 4 умножить на Короче, давайте Сходим по-быстрому В джипу Посмотрим Сначала послушаем 28 июля Раскопки Узнать Что таится Глубже Под землей Все Одна запись что ли? Она живая 21 сентября Сегодня вечером Я подошел Я подошел к шурфу В кургане Когда рядом Никого не было Я знал Что накануне Мы вскрыли Очень важный слой Я начал копать Глубже И нашел Два обломка Артефакта Когда вдруг Вновь услышал Голоса в моей голове Голоса из моих Ночных кошмаров Я забрал Артефакты Обломки печати Ключ Никто не найдет Отлично Я спрятал их В разных местах Как мне велели Голоса Никто не узнает Где они Если руины Уйдут под воду Один из артефактов Будет спрятан Очень надежно Здесь вообще нормальные Люди остались Нет? Что происходит? Я обнаружил Что стою на алтаре А вокруг Разбросаны листы Из блокнота Порванные в клочки Как это могло случиться? Я чувствую Что схожу с ума Я спрятал артефакты Неподалеку Чтобы они всегда были рядом Почему я обречен Делать это? Что меня принуждает? Я чувствую Что Теряю контроль Над собой Я записал Местонахождение Артефактов На случай Если я Вдруг забуду Понятно Тут он маленько Боролся над собой Я проснулся Это был всего лишь Полуденный кошмар В моих руках Пачка листов На которых написана Вся эта чепуха И безумные рисунки Ко мне Взывают ко мне Я слышу их зов Что им надо Какие подношения Я должен сделать Оно живое Оно наблюдает Оно смотрит Оно ждало Много тысяч лет Ждало Когда его разбудят Чтобы Судить нас Страж древности Камни его охраняют Защищают его Офигеть Меня больше забавляет Не столько Именно то Что он говорит А то Как говорит Вот Блин Вот это я называю Агра актеров Это по-моему Очень круто сыграно 28 июля Так ладно Ладно Отлично Офигеть Вот это вот Просто Как говорил Станиславский Верю Так Это что Образ С чего Samples Так Ну больше тут Ничего нет Да На этом столе Стульчик Стульчик Нам не сильно нужен Пусто 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 Хорошо Так Что еще Лунный месяц Фагические Лунные камни Характерные Понятно Не парень Совсем Поехавший Был Так Что у тебя В мусорке Моего Так Понятно Надо собрать Я По Менял Ко Ко Так Вот так Вот так вот Коды Замка Это возможно Не то По-моему Я кстати правильно Все делаю Как-то вот так Я поменял Код замка Кельса Используя Это тоже не то Их можно Поворачивать Как-нибудь Нет Нельзя Используя Номер Номер Номерной Знак Моего Джипа Отлично Как-то вот так Вот я думаю Ну да Мне писали Что он как-то Используется Именно там 4х Сколько-то Сколько-то Это нужно Просто помножить Друг на друга Так И все По-моему Туда Давайте Побыстрее Мы смотаемся До Джипа Это не так далеко Посмотрим Какой там номер Я по-моему Помню 4 6 8 5 7 8 Что То есть Не сложный Такой Все числа Примерно Одного Используются Порядка Так Подожди Подожди У нас поворот Это есть что ли? Хм Это я не был А нет Это не поворот 4 Х 6 8 5 7 Да Как я и говорил 6 8 5 7 8 8 Смотри Какие числа Запоминаю Легко Обалдеть Что со мной Игры делают Бегомы Пробежали Обратно Только я забыл Уже код От Собственно Бери 673 673 673 Так Сейчас я достану телефончик И посчитаю Сколько будет 4 умножить на 685 78 Это у нас будет 274 312 274 312 Так 274 312 Мы же нашли Но Ладно Вот такая Головоломка Так Что у нас тут есть Оксбриджский институт Археологических исследований Бальзак Роут Оксбридж Бэрл Хилл Палеоботанический отчет Нами был исследован Материал Извлеченный С четвертого шурфа И остатков Глиняного горшка Среди образцов Почвы были найдены Ниже следующие Органические частицы В образце Присутствуют Молотые И целые семена Принадлежащие Дереву Семейства Кверцус Семена Второго типа Не были Достоверно Идентифицированы Но мы можем Сделать Предположение Что они Принадлежали Неким ягодам Красного цвета Чья мякоть Окрасила Окружающую Соответствующий цвет Во время Более детального Анализа Семен Мы обнаружили Огромное количество Грибного Мицелия Который был Добавлен Горшок Одновременно С семенами И плодами Прочих растений Дальнейший Анализ Материала Даст более Точные результаты По идентифицированию Этих растений Грибов Дженни Гудман Зарисовки Карандашом Геофизическая Образцов Почвы Образцы Были взяты Из пробных Шурфов Из фрагментов Расколотых Горшков Найденных На месте Раскопок В шурфах 1.8 Шурф 1 Образец 1 Внутренние Стенки Осколка Горшка Покрыты Маслянистой Темной Субстанцией Хотя Первоначально Направшивается Предположение Что в горшке Было что-то Сожжено Стояние Почвы Показывает Что сосуд Был наполнен Неким маслом Происхождение Назначение Которого Неизвестно Горение Оставило бы Характерные Примеси На стенках Сосуда Короче Это Для истории Не так важно Так Кости Рыба В третьем Шурфе Семена Во втором Хорошо Так Но это Нам не так Важно Уважаемый Профессор Морс Благодарю вас За то Что вы Обратились Ко мне С просьбой Помочь вам В анализе Образцов Полученных В процессе Раскопок Беррел Хилл Я Как и многие Специалисты В этой области Была удивлена Тем Что вам Удалось Получить Разрешение На раскопки У археологического Комитета Англии И департамента По охране Памятников Культуры Думаю Вам известно Что до сего Момента Даже менее Значительные Проекты Раскопок Были Отвернуты Или Отменены В связи С резко Негативной Реакцией С стороны Общественного Мнения И прессы Поэтому Я крайне Заинтересован В вашем Предложении С радостью Прямо Участие В ваших Исследованиях Наша Лаборатория Оснащена Самым Современным Оборудованием Позволяющим Провести Наиболее Полный Анализ Образцов Почвы Эти Исследования Чрезвычайно Это ассистент Специализирующийся На Дендрохронологии И вы всегда Можете обращаться К нему Если возникнет Необходимость В исследовании Образцов Дерева С нетерпением Жду вашего Письма С уважением Люси Саммерс Ну и что нам Это в итоге До лота В принципе Вот эти Я думаю Это будет Подсказкой К чему-то Вот эти Образцы Ну честно говоря Не знаю Так Тут все По-прежнему Ну и в принципе Пока что Уходим отсюда Больше я не вижу Чтобы нам тут Еще можно было Сделать Может попробовать Еще раз Сюда позвонить Как там 5, 8, 5, 2, 1, 3, 1 Так Нет Ну ладно Тогда Давайте на этом Завершим Эту серию Следующий Будем дальше Разбираться Тем что Просто падает Нам в руки В огромных Количествах Надеюсь Вам нравится Так же Как и мне Потому что История Все закручивается И закручивается И то что Все происходит На одном месте Лично мне очень нравится Такая камерность Получается Понятное дело Что это зрелище Далеко не для всех Но если вам нравится Спасибо за лайки Комментарии Увидимся В следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok